привет дорогие друзья сегодня я хочу с вами поделиться такой огромной радостью это цветение зига кактуса или как его еще в простонародье называют декабрист это прекрасный комнатный цветок который после того как отцветают все растения на улице или летние цветущие цветы вот он нам дарит свою радость как бы напоминая да что впереди белоснежная зима но посмотрите я с вами рядом и это не значит что если все вокруг увяло красота исчезла красота с нами она у вас на подоконнике или вот здесь на этой полочке где у меня стоит декабрист я его убрала с яркого солнечного подоконника потому что он набрал цветовые почки и расположила его таким образом чтобы цветовые почки были направлены в сторону окна и он их тогда не сбрасывает в отличие от предупреждений когда говорят что если вы переставляем цветущие растения на другое место она может впасть в стресс и сбросить цветовые почки но у меня этого не происходит а наоборот зига кактус может свести более продолжительное время потому что солнце повлияет на него таким образом что цветочки быстро облетят вот посмотрите это очень красивый экземпляр такой нежно белый розовая середка ярко малиновый кончик белый зига кактус он у меня всегда цветет в ноябре не оправдывая свое название декабрист я бы сказала что это ноябрист видите как интересно я думаю что у этого растения очень мощная энергетика поскольку он и сам красиво и мощно цветет посмотрите на каждом кончике веточки имеется по одному а то и по два цветка по крайней мере вот тут вот две цветовые почки здесь тоже рядышком ну каждая веточка с цветочком как добиться цветение декабриста я вам уже рассказывала в некоторых видео но и сейчас могу напомнить что декабрист нуждается в периоде покоя когда его редко поливают это перед цветением как раз таки период август сентябрь но как только появляются почки начинайте его поливать более интенсивно чтобы листики напитались и в почки бы пошла вода которая развернет цветок поможет ему развернуться это сами видите какое красивое это растение то есть период покоя перед цветением ему необходим и уж в период покоя не не удабривайте температура подходящая для цветения зига кактуса это как раз таки прохладное время на наших подоконниках где-то в районе 18-20 градусов цельсия для цветения ну правда сейчас в комнате немножко теплее я почаще открываю окошко проветриваю и достаточная влажность но не заливаете потому что декабрист этого не любит если вы зальете вода будет стоять у вас в поддончик и вылейте эту воду это уже лишнее для декабриста вот еще один экземпляр с розовыми будет цветками но он только набрал цвет я сниму тоже и про него видео в следующий раз когда он зацветет а это будет очень скоро я думаю недельки через две его уже можно будет показать а может быть даже и через неделю это тоже будет очень красиво я надеюсь но этот декабрист у меня будет цвести впервые потому что я его выращивала из маленькой веточки и вот ему второй год и он будет наконец-таки цвести а сейчас пойдемте еще в одно местечко на лоджию там у меня тоже стоят декабристы и я вам их обязательно покажу а кстати это у меня восточная сторона комната на восточной стороне дома а на лоджии западная сторона дома и вы как видите здесь декабрист зацвел быстрее хотя он тоже сначала стоял на западном подоконнике может быть даже дело не в том где он располагался а просто пришло его время но и здесь он чувствует себя хорошо просто я его перенесла в эту комнату поскольку я здесь чаще нахожусь и любуюсь его цветением пойдемте на лоджи а вот мы и на лоджии здесь стоит холодильник и не нашлось другого места как поставить эти цветы на холодильнике потому что все другие места заняты за камерой у меня находится кофейное дерево на подоконнике другие цветочки а ну а на холодильнике то что вы видите вот я вам хочу показать ой видите вот чем плохо на солнышке тем что у растения горшок ломается а ну когда когда представляете вот такая незадача ломается горшок от избытка ультрафиолетовых лучей от солнца этому горшку уже несколько лет но это говорит о том что пора пришла пересадить зига кактус вот это уже старое довольно таки растение видите цветочки у него гораздо мельче чем того цветка который я вам показывала вот видите и он только начинает цвести только-только набрал сил ну все дорогой пора тебя пересаживать в другой горшок так вроде бы воды достаточно полить достаточно и ощущение такое что эти цветочки они более крепко и плотно держатся и смотрите у них окраска но видимо из-за того что света больше она более розовая хотя это тот же самый белый зига кактус тот же самый сорт из его веточки выращена то растение которое я вам показывала первоначально а чтобы ветки не отрастали слишком сильно после периода цветения я откручиваю эти суставчики обламываю их вот и черенки идут на размножение а вот кустик остается таким компактным и плети вниз не свешиваются вы видите что он по-прежнему такой компактный но он видимо будет свести одновременно с розовым я вам еще раз его покажу а пока вот такая красота вот это зига кактус есть еще один экземплярчик видите это малиновый зига кактус он находится здесь же на этой стороне на западной стоит внизу на подставочке и он тоже собирается цвести значит скоро придет и его время все что я вам хотела показать что зига кактусы зацветают как только начнут цвести розовые белые скорее всего увянут поэтому вот эта часть видео про белый цветение скорее всего именно белого зига кактуса добрый день дорогие друзья сегодня прошло определенное время я вам хочу показать цветущие дикобысты как они сейчас расцветают